История министерской системы управления в России берет свое начало с манифеста императора Александра I об учреждении министерств от 8 сентября 1802 года, которым был создан ряд министерств, в том числе Министерство финансов, для решения вопросов экономической политики государства. 27 апреля 1922 года был образован Народный комитет финансов Якутской АССР. Позже орган переименовали в Министерство. В год столетия республики ведомство празднует и свой 100-летний юбилей. Первым наркомом финансов назначили Вячеслава Викентьевича Белыницкий-Бирюля. В исторических источниках его имя незаслуженно отодвинулось на второй план, в отличие от предшественника Беляницкого. Сам Вячеслав Викентьевич был передовой и творческой личностью. Годы его работы выпали на самое сложное время – послереволюционный период. После него руководителем ведомства стал Алексей Алексеевич Семенов. Годы его работы выпали на начало 20-х годов – тяжелейшее время для республики. Алексей Семенов родился в 1882 году в селе Тамир Забайкальского края. Родители – многодетные крестьяне – не только приучили его к сельскому труду, но и дали возможность получить образование в четырехклассном городском училище. После учебы смышленого парня заметили и рекомендовали на должность письмоводителя в городской суд. В 18 лет он устраивается конторским служащим в торговый дом Каковин и Басов. В течение нескольких лет он поднимается до должности бухгалтера и получает назначение в якутский филиал фирмы. Так, в 1903 году он впервые знакомится со своей будущей родиной, где найдет любовь, создаст семью, с которой навсегда свяжет жизнь. По-настоящему масштабная личность Алексей Семенов всей душой родил за благополучие республики, в совершенстве овладел якутским языком, преграды на его пути не служили даже бездорожья и огромные расстояния. Здесь, в Якутске, благодаря его стараниям провели электричество, телефонизацию, ввели оборот обменные отношения, хлынули поставки из-за рубежа, в частности из Китая и многое другое, вследствие чего Якутия перестала быть отсталой окраиной. Кроме общественной деятельности, занимался и творчеством. Состоял в переписке с самим Максимом Горьким. Писал филитоны, издавал статьи. Он наряду с плеядой известных деятелей, таких как Максим Амосов и Сидор Барахов, Платон Аюнский и Степан Оржаков, встал у истоков развития современной республики. И так же, как якутская интеллигенция, был репрессирован новой советской властью. Первый бюджет Якутской АССР на 1923-1924 годы представлял совокупность отдельных смет по доходам и расходам. Расходы бюджета покрывались из доходов местного и российского бюджетов. К 1936 году все районы и одновременно почти все сельские советы были наделены самостоятельными бюджетами. Громадные расстояния, сложная транспортная схема, отсутствие соответствующей материально-технической базы создавали невероятно трудные условия в деятельности министерства и становления финансовой системы республики. Долгие годы существовала и такая острая проблема, как недостаток квалифицированных кадров. Летом 1930 года, согласно распоряжению Наркомата просвещения РСФСР, в здании бывшей вечерней школы организована работа Якутской финансовой школы, выпускавшей бухгалтеров, счетоводов, учеников, кассиров и плановиков. Тогда были открыты два отделения. Это финансово-страховое отделение и счетно-сберегательно-кредитное отделение. Первый выпуск составил 15 выпускников в 1933 году. В 1934 году второй выпуск составил 35 выпускников. В настоящее время мы выпускаем ежегодно порядка 200-300 выпускников. Все они трудятся на предприятиях и организациях нашей большой республики и во благо нашей республики. Сегодня актуализирован федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. И все образовательные программы разрабатываются с учетом мнений работодателей. Поэтому востребованность со стороны работодателей она имеется и не снижается. Особенно высокий даже можно отметить спрос со стороны работодателей в последние три года. К слову, сегодня финансово-экономический колледж носит имя Ивана Ивановича Фадеева. В 1930 году после окончания Московского финансово-экономического института молодой специалист Иван Фадеев был направлен на работу в Якутию, где он прошел путь от начальника сектора финансирования народного хозяйства до заместителя Якутского наркома финансов. Одновременно вел преподавательскую деятельность в Якутско-финансовом техникуме. В 1949-м стал министром финансов РСФСР, РФСР, Российская Федерация. И он очень долго работал, он 24 года работал министром финансов Российской Федерации, РСФСР в то время. Особенно высокими темпами вырос объем бюджета республики к 1928-1940 годам. Если к началу создания Народного комиссариата финансов доходная часть составляла 2,5 миллиона рублей, то к 1940 году объем бюджета увеличился в 24 раза. В эти годы в разное время Народными комиссарами финансов были Лепчиков Федор Прокопьевич 1925-1928 года, Иванов Григорий Иванович 1929-1933 года, Тверкус Элгизмунд Доминкович 1933-1936 год, Жельвис Кузнер Михаил Иванович с 1936 года по 1939 год. В показателях государственного бюджета республики, как в зеркале, отразились успехи первых пятилеток, трудовые подвиги суровых лет Великой Отечественной войны 1941-1945 года, успешное освоение задач и планов послевоенных пятилеток. Достижения этого периода неразрывно связаны с именами выдающихся государственных и политических деятелей нашей республики. Министров Протодьяконова Василия Андреевича, Кулантая и Кононова Василия Ивановича, отдавших свои знания, энергию, профессионализм, развитию и процветанию родной республики. Протодьяконов Кулантай Василий Андреевич, нарком, министр финансов ЯССР 1941-1947 года, известный якутский драматург и прозаик. За 12 лет работы в финансовых органах товарищ Протодьяконов зарекомендовал себя инициативным работником и хорошим организатором. Министерство финансов было принято товарищем Протодьяконовым в тяжелом положении. За перевод его работы Министерство финансов республики значительно улучшило свою работу. Планы по мобилизации средств и государственных доходов по республике были выполнены в 1943 году на 106,6%. В 1944 году на 108,8%, в 1945 году на 112,7% и в 1946 году на 105%. Верный патриотическому долгу якутский народ, как и все другие народы Советского Союза, напряженно работал в годы Великой Отечественной войны, внося свою долю в общенародную помощь фронту в виде военного налога, активной подписки на военные займы 1942-1946 годов. С началом Великой Отечественной войны бюджет Якутской республики уменьшился на 5,3%, а в 1942 году на 27,4%. В конце 1941 года был введен налог на холостяков и малосемейных граждан. Он был предназначен для покрытия расходов и оказания помощи одиноким и многодетным матерям, а также на содержание и воспитание детей, родители которых погибли во время войны. В 1942 году был введен военный налог, включавший принципы подушного обложения. Часть средств для ведения войны была получена в виде добровольных взносов населения Фонд обороны страны. По состоянию на 1 мая 1945 года в этот фонд поступило от населения платины 13,03 кг, золото 130,7 кг, серебра 9519,1 кг, драгоценных вещей на сумму 1776,5 млн. рублей, иностранной валюты 15,85 млн. рублей, вклады в сберегательные кассы 522,2 млн. рублей, облигации 4547,7 млн. рублей. Министерство финансов Республики Сака-Якутия по праву гордится финансистами, исполнявших свой гражданский долг на фронтах войны. За проявленное мужество трое наших финансистов удостоены звания Героя Советского Союза Владимир Денисович Лонгинов, Михаил Михайлович Стрекаловский и Николай Савич Степанов. Быстрый рост промышленности и сельского хозяйства позволили уже в конце 1947 года осуществить денежную реформу и ликвидировать карточную систему на продовольственные и промышленные товары. Происходит быстрый рост бюджета Республики. За 20 лет с 1950 по 1970 год объем бюджета возрос в 6,7 раза. В эти годы министром финансов плодотворно работал Федор Викентьевич Хинеевич, ветеран войны, который проработал на данной должности 15 лет. В показателях государственного бюджета Республики, как в зеркале, отразились успехи первых пятилеток. Трудовые подвиги суровых лет Великой Отечественной войны. Успешное осуществление задач и планов послевоенных пятилеток. Надо сказать, что с 1950 по 1970 год бюджет ЯССР рос достаточно бурно. В 60-е годы у нас было освоение месторождений алмазов, нефтегазовых месторождений были открыты. В 70-е годы продолжалось освоение южного угольного разреза, который внес значительный вклад. В 1974 году на должность министра финансов Республики назначен Иван Николаевич Алексеев, проработавший на данной должности более 14 лет, до 1988 года. За годы работы в финансовой системе Иван Николаевич внес неоценимый вклад в укрепление финансового механизма, усиление его воздействия на ускорение социально-экономического развития Республики. За трудовые успехи Алексеев Иван Николаевич награжден орденом в знак почета. Присвоены почетные звания заслуженный экономист РСФСР и заслуженный работник народного хозяйства ЯССР. Медалями, почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета Республики, Минфина, СССР, РСФСР, ЯССР. Замечательный жизненный путь Ивана Алексеева, война и труженика является примером активной жизненной позиции и патриотического отношения в исполнении гражданского и патриотического долга. И в его период стабильность появилась, бюджетная система была регулирована, кадры, вот всегда был дефицит кадров, да, свои кадры стали здесь республиканские появляться. Непревзойденным профессионалом-финансистом оставался, работавший с 1976 года по 1990 год, заместителем министра, начальником бюджетного отдела, а с 1990 года по 1993 год освобожденным заместителем министра Михаил Николаевич Павлов. Совершенствование и укрепление финансового механизма, повышение устойчивости финансовых ресурсов бюджета республики, контрольно-экономической работы и в целом совершенствование всей бюджетной системы республики Михаил Николаевич внес неоценимый вклад. В 90-е годы министерство, как и вся страна, столкнулось с новыми вызовами. Владимир Ильич Птицын, тогда еще заместитель министра, вспоминает, в момент августовского путча министр находился в отпуске. Владимир Птицын, будучи всего полгода в руководстве, оказался в незавидном положении. Позже СССР развалился, а все существующие законы разом потеряли свою силу. Свою политику министерству пришлось выстраивать практически на ощупь, по велению совести. Экономика упала, самое важное тогда было обеспечить маломальскую стабильность. И лишь в апреле 93-го года удалось принять первый полноценный годовой бюджет. Так, благодаря слаженной работе и железной воле, руководству Минфина и республики удалось избежать закрытия социальных объектов, сохранить рабочие места, уберечь на слега и деревни от запустения. Тяжело было, это все помнят. Зарплату, значит, по полгода не получали бюджетники, но мы этот вопрос решали по-своему, выпускали сцены бумаги, векселя, облигации. Вот сегодняшний министр Валерий Алексеевич является отцом, можно сказать, облигационных займов. Он, как специалист высокого класса, в этом плане, как у меня заместителем министра работал, сделал очень большое дело. Вот, потом, значит, мы синдетизированный кредит получали. Это что такое? Это, значит, ну, банки, южнокорейские, швейцарские, германские банки, сообща, значит, сделали нам отдельно взятыми регионами России кредит 75 миллионов долларов. Это тогда, это очень большая сумма была. В этот период с 92-го года по 98-й, самый сложный был период, Министерство финансов Республики выдержало это испытание, обеспечив максимально всевозможными способами финансирования отраслей не только здравоохранения и образования, но и поддержки других отраслей экономики, обеспечивая, в том числе, и Северный завоз. Нам приходилось в Министерстве финансов РФ в Москве проводить, я помню, и в Якутском поспредстве почти ежемесячно по две недели, оформляя средства. Вот так была тогда система, выстроена, конечно, сложная. На современном этапе развития Министерство финансов Республики Саха-Якутия строило свою работу в качестве на новых экономических условиях. Главной задачей Министерства финансов Республики Саха-Якутия стало сохранение финансовой стабильности и повышение устойчивости бюджетной системы. Сегодня пандемия коронавируса и санкционное давление бросили новые вызовы всей финансовой системы не только Республики, но и страны в целом. Социальные расходные обязательства, конечно, будут исполниться 100%, это наша задача. Но при этом мы должны профинансировать те проекты, которые реализуются в рамках национальных проектов, это и большое количество строительных строек, которые у нас ведутся, и мероприятий в области других, здравоохранения, образование, модернизация школ. Наша первейшая задача – это ежемесячно обеспечивать финансирование тех мероприятий, которые заложены в наших 27 государственных программах. И на данный момент мы полностью справляемся с этой задачей, у нас нет сбоев. Доходы поступают в рамках годового плана, утвержденного в государственном бюджете Республики Саха-Якутия. И наша задача – это почти ежедневный мониторинг работы наших крупнейших новоплательщиков и поступления доходов, планируемых каждый месяц мы отрабатываем, и вместе с Управлением федеральной нового службы, и совместно с Министерством экономики. От работы Министерства финансов зависит функционирование всех социально-экономических институтов Республики. Прекрасно это понимая, высокопрофессиональный, целеустремленный коллектив Министерства финансов Республики Саха-Якутия под руководством Валерия Алексеевича Жандорова продолжает строить новые перспективные цели и задачи. Обеспечение сбалансированности государственного бюджета, выполнение социальных обязательств, приоритетных решений президента и правительства Российской Федерации, главы Республики в области социально- и экономического развития региона. Все это ответственность каждого сотрудника Республиканского Министерства финансов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова